всем привет друзья вы на канале гансов горе от а до я меня зовут влад на моем канале множество различных видео по данной игре которые вам помогут играть и развиваться если ты впервые смотришь мои видео обязательно подписывайся на канал я снимаю как образовательные видеоролики так и видео сражения с под красивую музыку с красивыми интересными вставками так сегодняшнее видео будет про карнавал каждый месяц у нас выходит событие карнавал мы а по им статистику но на моем канале нету полного грубо говоря количество роликов по данному событию там от первого дня и до последнего дня сегодня я запишу отдельный плейлист каждый день будет выходить видео по пока идет карнавал и вы всегда сможете там новые игроки которые увидят это видео в основном это будет для новых игроков чтобы они могли разобраться в игре как правильно качать свою статистику и расти быстрее вот также вы сможете спокойно перейдя по ссылочке под видео на сайт мой сайт вот тут гансов горе и вот тут вот гайды по игре появится отдельная веточка карнавал и там будут все пять видеороликов также полезные полезная информация по которой вы сможете ориентироваться и развиваться также на сайте у меня есть множество различных страничек там список бонус кодов гайды по игре это все будет обновляться все вся полезная информация добавляется и переходим к самому к самой игре сегодня у нас первый день карнавал каждый раз он называется по-разному там лихорадочный карнавал и тогда этом еще что то еще что то но карнавал он всегда то есть в конце первого после первого слова всегда есть слово канавал вот такое вот событие когда мы а по им все для начала начну с того что что вообще это за событие то есть это событие с магазином и с заданиями мы выполняем задание получаем в звездочки там в каждом карнавале разные фигуры то есть и на это акцент не нужно делать внимание там и у такой вот материал как он называется я не буду просто варить и здесь и вот вот такой вы получаете за вот это вот лавка она каждый карнавал есть вы так вот это вот получаете за то что вы ходите на угрозы убиваете лагеря красных стражей и если собираете ресурс в поместье вы получаете вот этот материал это бесплатная лавка называется и есть лавка другая которая вот именно вот за вот это вот сегодня в этом карнавале звездочки вашем карнавале там следующем может быть вы там посмотрите в другом месяце у вас будет отличаться фигурка но это только будет фигурка отличаться есть платная лавка здесь еще одна лавка но до нее нужно дойти мы сегодня я играю без доната поэтому обычно я не открываю данную лавку редко когда она открывается и под конец принципе на последний день это максимум что и сегодня у нас смотрите первый день и у нас такие задания они совпадают сейчас с другим событием и вот тут у нас видите мастер счетов вот именно в этот день вы должны получить очки по счетам улучшить ваши щиты поставить новые щиты если они у вас ну там хранятся вы набрали смотрите второе задание это строитель поместья принципе задание в каждом карнавале они по моему идентичны и вы сможете спокойно поглядеть какое завтра будет задание они очень редко меняются и если меняется вообще вот этого я честно не замечал но скорее всего они вот каждый каждое событие каждый карнавал одни и те же задания каждый день там расписаны и естественно награды за восполнение это для тех кто донатит они получают больше вот так вот это вот материала и естественно больше свитков смогут выкупить как готовиться к данному событию к данному событию вы готовитесь ровно месяц от конца этого события и до следующего вы собираете копите ускорение тренировки ускорение исследований ускорение там строительство все ускоры вы копите вы копите свитки вы копите материалы на разные на все и ничего не улучшаете тут нужно сделать выбор либо вы тратите это все в пиратском сундуке ради там того чтобы получить скин замок там и ильте скин дирижабле там или ну зависимость какое событие идет либо вы копите это все на лихорадку на карнавал смотрите помимо таких заданий есть еще ежедневные задания тут нужно делать тратить ускорение а помочь союзникам потом обменять ваше оружие и при лапке тоже там совершить обмены плюс потратить стойкость и собрать ресурсы эти задания они тоже все время повторяются в каждом карнавале одни и те же мы собираем с вами звездочки вот такое вот количество я на данный момент на сегодняшний день я собрал звезд плюс еще тут добавится парочку за выполнение обмена оружия и за прилавок и после у нас смотрите тут есть лавкой и что же тут вы купить ну особенно для новых игроков они начинают выкупать ускорение я не советую вам выкупать ускорение если вы не дайнать если вы просто играете я вам этого не советую делать и что нам нужно купить у то есть вот мы за все дни мы можем смело накопить и на допустим на новые щиты вот они стоят по 156 за все дни мы можем накопить такое количество свитков и открыть новые щиты либо мы можем открыть новые диковинки стараться нужно открывать самое новое хотя бы по одному в каждом карнавале потому что иначе у вас не будет роста статистики также большой упор хочу я вам сказать нужно сделать на материалы для нового снаряжения у нас есть новое снаряжение да вот тут вот находится имперский центр вооружений и именно вот в этой скидке сейчас на данный момент у нас идет параллельно события про него и рассказывал вот на события тематические королевские операции и там за попадание там в топы да вот открываем ваше королевство сейчас я на втором месте дают очень солидные награды то есть смотрите это уже вот такого вот снаряжение высокого уровня высокого уровня и за попадание в топ вы естественно получаете вот награды вот такие вот три сундучка монетки естественно шкурки и так далее и самое главное это монетки которую вы сможете смело отменять на тот материал который вам нужен и смотрите мы переходим в лавку и у нас есть шкурки во первых есть бесплатные лавки я вам советую их все в первую очередь прям сразу выкупить и вот эти вот сундучки все выкупить это и вот все что из этого есть я вам сейчас советую на данный момент выкупить все эти сундучки и и естественно прокачать ваше снаряжение открыть более высокого уровня и подняться в рейтингах вашего королевства вы смело сможете подняться и также вот платная лавка почему я советую сделать упор именно на вот это вот не вот сейчас выкупил принципе потому что вот это вот снаряжение она целиком заточена на урон и смотрите урон от армии тут тоже урон от армии и тут тоже урона от армии если открытие и плюс урон и войск урон наносимой армии потому что уроны в этой игре очень много решает вот так у меня сейчас выглядит пехота вот так выглядит дальний бой и и вот так вот выглядит кавалерия самое главное сейчас хочу хочу вам сказать не если вы играете каким-то типом войск не нужно все на него тратить вот как я сделал я прокачал кавалерию а вот эти вот два других у меня вообще не были прокачаны вам нужно именно в первую очередь естественно прокачать смотрите третьи свитки а потому что они дают урон от армии и последние то есть снаряжением они дают урон наносимой армии первую очередь вы качаете вот в разных видах войск вот это снаряжение дальше вы идете уже к тому виду войск которым вы сражаетесь ну либо ко всем кому как ну в принципе у меня я не доначу поэтому у меня предпочтение идет за . именно на кавалерию я играю кавалерии и за . у меня идет на кавалерии вот мы выкупаем и естественно мы продвигаемся в этом событии а тут смотрите еще за прохождение даются монетки мы сможем еще больше получить после материала сейчас это примут на данный момент именно вот это вот событие я советую сделать упор на как раз на вот эти вот уроны и естественно задание будет очень много вы целый месяц копили я вот допустим целый месяц копил я сегодня поставил наконец 44 замок открыл т-13 войска вода мой 44 замок стоит уже вот тут уже тренируется первые т-13 войска кавалерии и он у меня на подходе через 14 дней будут войска не через 14 завтра я это ускорю т-13 войска пехоты и уже я начал исследовать дальний бой сейчас маркизова раздали много очень приятно плюс на кавыка я получил самый топовый набор то есть сегодняшний день мы тратим все ускорения на строительство ну как тратим все вот я вам не советую все 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 тратить потому что вот вот допустим дошли до строитель поместья вот у меня осталось тут вот чтоб 70 звездочек получить я сейчас это добью но вам нужно оставить ускорение на каждый день смотрите вы каждый день сможете получать по 22 30 по 38 звездочек за то что будете потратить по 15 тысяч минут ускорений строительство в день это достаточно каждый день большое количество звездочек поэтому не нужно если вы видите что вы не доходите до следующей строчки то я вам не советую тратите ускорение вот допустим я сейчас я знал что я дойду до 180 я сегодня добью доведу это но если вы там открыли 180 и у вас еще осталось ускорение но вы знаете что вам не хватит допустим до 30 до 300 тысяч минут вы лучше их не тратьте вы оставьте это на следующий день потому что задание на ускорение строительство будут каждый день также щиты я щиты свои улучшил все что у меня было я уже потратил на но новых свитков у меня пока что маленькое количество вот если открыть новые свитки у меня их менее ста но я обязательно к концу данного карнавала принципе видео покажу это я каждый день буду снимать некоторые ролики просто будут выходить к вечеру поздно там часов в девять вечера по москве есть смотреть я доберу вот эти вот свитки по-любому новые диковинки я не рассчитываю набрать но у свитки на щиты я точно доберу на и установлю их на допустим на кавалерию принципе да я планирую их поставить на на кавалерию открываем щиты вот сейчас у меня стоят на кавалерию вот такие вот щиты хотя у меня тут один новый стоит это мне выпал из сундука скорее всего тогда я сюда поставлю новые щиты на атаку войск на оборону войск и на здоровье войск на первые три показателя вот такой вот первый день сегодня не такой интересный ролик обширный завтра уже будут новые события вы можете не тратить звездочки я вот это вот вам не советую это я потратил потому что я знаю что я сейчас еще 70 получу и еще получу оставить их можете на завтрашний день допустим завтра будет и ускорение исследований и возможно возможно какие-нибудь диковинки вы вам не хватит допустим каких-то свитков но у вас уже есть звездочки и вы сможете за эти звездочки вы купите себе диковинки диковинки это я сейчас сделал потому что мне нужно до улучшить снаряжение вы купил вот эти вот а так это лучше оставить на конец карнавала вначале поставить щиты новые потом возможно поставить если вы наберете на диковинки на новые и и после уже вот что останется я вам советую естественно на ваши уроны на урон и на новые снаряжения всем спасибо за внимание всем пока